здравствуйте милые женщины дорогие мои подруги меня зовут лейся я всю жизнь занимаюсь одними тем же я хочу сделать женщин более красивыми по образованию инженер-технолог шейных изделий но по роду занятий мне пришлось работать и конструктором и модельером а сегодня я хочу с вами поделиться своими соображениями как стилист потому что какое бы красивое платье не было оно не может быть завершенным комплектом если правильно не подобраны все вещи однажды я поняла что в жизни существует единственный ограниченный ресурс это мое время все остальное можно найти поэтому я не хочу тратить ваше время зря и хочу поделиться с вами своими наблюдениями я сегодня буду говорить о трех самых главных подругах наших женщин о моде о зеркале и о голове не хочу никого обидеть сказав распространенную шутку о том что самый редкий вид дружбы это дружба собственной головой я очень хочу чтобы мы все подружились головой и все что мы делаем мы делали осознанно если речь пойдет о моде это означает что мы должны на себя одевать то что нас украшает в чем мы предстоим перед людьми очень сдержанно ярко но никогда не вульгарно и не откровенно так как не должно быть что касается моды я с вами поделюсь большой тайной мода перестала быть госпожой она уже не диктует свои права вы вспомните как мэри кван одним взмахом ножниц укоротила юбки имени отдела вся планета одновременно одномоментно никаких не было альтернатив сегодня этого нет возможно это эпоха интернета доступная информация модельеры предлагают тренды но они предлагают многие тренды не моно мини или моно макси а что-то из чего женщина может сделать выбор то есть нам сейчас нужно моду сделать своей подругой подругой верной подругой преданной и подругой очень умной важно выбрать что идет тебе я могу сказать что не модно только скучно и вульгарно модно то что комплиментарно именно тебе дорогая подруга в чем ты будешь хорошо себя чувствовать в чем тебя будут воспринимать дети близкие родственники муж мама бабушка очень важно чтобы внутренний мир соответствовал внешнему и никогда нельзя произвести второй раз первое впечатление запомните те люди которых вы встречаете по улице могут улыбнуться вам или наоборот загрустить от того что вы ходите в пижаме пижамку я беру в кавычки и пупсика я беру в кавычки я называю это вид выхода на улицу когда женщина одевает какие-то коротенькие штанишки какую-то невнятную маечку ни одну красавицу красавицы это не сделает нельзя к моде относиться пренебрежительно ее нужно перетянуть на свою сторону существуют такие подруги с которыми проще дружить чем воевать вот мода это именно такая подруга что касается информации вы можете найти все моя задача сегодня просто возбудить ваш интерес возможно вы просто забыли что вы красивые женщины что мода призвана служить вам что мода призвана украшать вас и наконец дарить вам и всем остальным которые вас видят хорошее настроение нельзя есть каждый день фастфуд иногда на пикнике очень уместно нельзя ходить в том в чем вы ходите каждый день задумываясь что вы передаете миру выходя за пределы своей квартиры мне очень хочется чтобы каким-то образом моя сегодняшняя с вами встреча дала вам толчок вернуться в забытую молодость для кого-то шагнуть немножко зрелость для кого-то а кому-то просто подарить прекрасные моменты ведь вкусная еда мы едим не каждый день но и очень очень хочется даже если мы сидим на жесткой диете итак первая подружка мода модельеры предлагают обувные тренды тренды аксессуаров какие-то виды на платья на блузы на юбки на брюки но они предлагают это комплексом всегда можно выбрать то что идет тебе и вот на арену выходит еще одна подруга подруга зеркало что нужно делать с этой подругой с этой подругой нужно быть честной вы подходите к зеркалу и честно себе говорить вот у меня есть эти достоинства и меня есть эти недостатки нельзя зеркалу врать нельзя ему говорить вот я такая толстая никому не интересная никому не красиво зеркало это та подруга которая не терпит вранья оценить свои внешние данные это половина успеха всем известно если вы хотите найти информацию вы можете спросить у гугла он знает все я определяю как пять типов фигуры треугольник перевернутый треугольник прямоугольник в драматичных ситуациях квадрат овал и песочные часы к чему стремится каждая фигура песочные часы это гармоничное создание одинаковая ширина плеч и бедер и очень узкая талия задача первой подружки моды превратить любую фигуру в песочные часы как это сделать вы можете найти массу рекомендаций в том же интернете вы задаете поисковой системе правильный вопрос у меня фигура овал что делать и вам выдаст интернет массу правильных советов очень важно захотеть это очень важно захотеть сегодняшний день сделать последним днем вашей мрачной жизни мне очень хочется чтобы моя помощь была уместной еще я вам хочу сказать о том что зеркало вам расскажет большую правду о вашем внешнем виде о макияже потому что один из make up стилистов сказал что я могу определить возраст женщины по ее бровя очень часто женщина в молодости нашла для себя форму брови и носить ее всю жизнь оказывается уже 60 лет прошло девушки милые моего возраста вы не выдавайте свои секреты вы же не носите раскрытым паспорт почему вы на лице носите следы прошлогоднего макияжа а я бы сказала даже макияжа прошлого столетия зеркало это та подружка которая никогда не соврет которая всегда вам подскажет что идет именно вам существует масса специальных приемов по определению цветотипа наш друг интернет тоже вам поможет существует градации на 4 типа вы знаете весна зима осень лето есть на 12 типа неважно вы это можете все определить с помощью своей подружки зеркало вы прикладываете к лицу тот цвет который вас освежает и сейчас я вам схожу очень очень страшную вещь черный цвет его не существует в природе мне очень грустно когда я выхожу на улице израиля и вижу в цветущем мире гармоничном архитектуре созвучным истории массу женщин в черном меня это очень расстраивает потому что если вы спросите у гугла если черный цвет он вам скажет черного цвета в природе не существует и я вам приведу три аргумента против черного цвета первый я слышу слышу как вы говорите что черный стройнит да он стройнит он стройнит на 2 килограмма но он старит на 10 лет потому что черный это идеальный фон каждая морщинка кажется глубже содержательный более значимой а вам это нужно черный цвет базальт красивый но в природе он темно-серый он светло-серый только человеческие руки его отполировав превращают в черный глянец нету черного цвета в природе а кому как не у природы нам нужно учиться ведь гармония который создал бог одна неотменяема человека и очень важно если нету хорошего учителя оглянитесь посмотрите на море посмотрите на горы посмотрите на растительность посмотрите как все красиво и нигде нет черного цвета его есть чуть-чуть немножечко капелька маленькая точечка на божьей коровке точечка и вот так я очень хочу чтобы было на улицах городов и третий аргумент я специально вчера спросила поисковика как одевается британская королева елизавета ее стиль характеризует как стиль веселой старушки она говорит своим подданным в королевстве все прекрасно на ней всегда жизнерадостные цвета они мягкие они пастельные они бывают сочные очень гармоничный конечно с ней работает группа стилистов она предоставляет миру великобританию но тем не менее мы можем мы имеем массу возможностей учиться каждый день мы можем открыть любую страничку мы можем подсмотреть за любой красавицей мы можем для себя почерпнуть много нового только не нужно лениться я знаю что у вас все получится